Всем привет! Добро пожаловать на FreeStudio21.com. Сегодня мы читаем текст, переводим, записываем незнакомые слова. Это страница 26. Можете поглядеть. Третий юнит опять. Страница 26. North Wales. Вот этот текстик мы сегодня и читаем. Я его сюда скопирую. Вот так мне удобнее. Итак, поехали. Хух! North Wales. North Wales. Северный Уэльс. Сразу же записываем перевод, что это за Уэльс такой. И кто не знает, небольшое лирическое отступление. Речь идет о части Великобритании, западной части. Этот Уэльс очень маленький. Это маленькая часть такая. Там очень мало населения. Она по территории крошечная. И вот они текст. Итак, Wales is an independent state, is a part of the UK, it's situated in the west of Britain, it has a population of about three million, and the capital is Cardiff. Most of the population live in the industrial south of the country. Вот первый абзац. Извините за дикцию. Я, конечно, не народный артист, но маэта-то шо маэта. Итак, Уэльс. Ненезависимое государство. Вот это независимое государство. Я буду надписывать все незнакомые слова. Вам же лучше. Вы все будете знать. Independent state. Независимое государство. It's part of the UK. Part. Часть. Слово UK, если кто до сих пор не знает, UK – это Великобритания. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Вот так правильно переводится такое полное название страны. Если полностью, they – United Kingdom. Это надо обязательно помнить, ибо язык этой страны вы учите. Далее. It's situated in the west of Britain. Situated. It's situated. Выражение. Выражение обязательно надо учить на память. Сразу же вас предупреждаю. It's situated. Он расположен. Уэль в смысле. Он расположен. Далее. In the west. In the west. На западе. На западе. Обратите внимание, что мы говорим на, а они говорят в. Следующее. In the west of Britain. In the west. It has a population of about 3 million, and the capital is Cardiff. Population. Население. Population. Население. Capital. Столица. Столица. Cardiff. Это название столицы, оно не переводится. Обратите только внимание, что Cardiff, ударение суда, не Cardiff. Cardiff. Most of the population live in the industrial south of the country. Most of the population. Most of. Большинство. Тоже запомните себе эту фразу. Most of. Большинство. Большая часть. Едем дальше. Living in the industrial south of the country. In the industrial. В. На промышленном юге. In the industrial south. На промышленном юге. То есть, там, где есть производство какое-то. Работа. На промышленном юге. Ну, и country, я думаю, все знают, что такое. Это страна. Далее. In the northern Wales is one of the most beautiful parts of Britain. The northern Wales. Север Уэльса. Север Уэльса. Где у меня есть возможность, я пишу сверху. One of the most beautiful parts. Beautiful. Красивый. Красивый. Parts. Опять. Часть. There are spectacular lakes, valleys and rivers. Итак, у нас новое слово. Спектакулар. Записываем. Я подвинусь сюда. Спектакулар. Живописный. Живописный. И если кто не знает, lake – это озеро. River, я думаю, все знают, что такое. А valley – читается valley. Долина. Долина. Идем дальше. Такой маленький текстик и столько слов. There are also wonderful mountains, including Snowdon, Braden's second highest mountain. Здесь у нас wonderful, чудесный, чудесный, чудесные горы, чудесные горы, including, включая в себя, включая. Или можно сказать еще иначе. В том числе. В том числе. То есть, здесь прекрасные горы, также прекрасные горы, в том числе Snowdon, британская вторая по высоте гора. Вот это выражение переводится вторая по высоте гора. Second – второй. High – высокий. Ахай – самый высокий, самая высокая гора в Шотландии. А это вторая по высоте гора. Snowdon. Она в Уэльсе. Слово Snowdon – это собственное название, и оно, естественно, никак не переводится. Так же и как Cardiff. Snowdon. Обратите внимание, ударение на первый слог. Едем дальше. Two languages are spoken in Wales. Two languages. Language. Язык. Language. Обратите внимание, как читается это слово. Language. Язык. Язык, на котором говорят. Are spoken. Это пассивная конструкция, кто не знает, что это такое, но я вам сочувствую. Говорят. То есть, в Уэльсе говорят на двух языках. Two languages are spoken. Вы начинаете с конца фразы. В Уэльсе сначала это переводите, потом говорят, а потом на двух языках. То есть, вот это первая позиция, это вторая, а вот это третья. English and Welsh. Английский и валийский. Валийский язык. Валийский. Его еще иногда называют уэльский. Это тоже как бы правильно. Но если вы встретите слово валийский, Welsh, знайте, что это то же самое. Уэльский. Уэльский язык. Это их местный язык. На нем говорят только в Уэльсе. Welsh is a Celtic language and one of the oldest languages in Europe. Валийский язык. Это кельтский язык. Один из старейших языков в Европе. Один is one of the... Only 20% of the total population of Wales speak Welsh. But in the small villages and towns of West and North Wales, about 75% of people speak it as their first language. Только 20% общего населения уэльса говорят на валийском. Но в маленьких деревнях и городках запада и севера Уэльса около, вот это около, около 70% населения говорят на нем, как на своем первом языке. Что имеется в виду? В смысле, как на своем родном. Как на своем родном. То есть, это их первый родной язык. Не английский, а валийский. Так как на своем родном. То есть, первый по значимости валийский. В маленьких деревушках, в городочках. Далее. The two main industries in the north are tourism and farming. Окей. Две главные индустрии. Так, по идее, должно переводиться. Но дело в том, что так никто не говорит. Поэтому это можно перевести так. Two main industries. Industries. Два главных занятия населения. Чем люди занимаются? Дело в том, что слово индустрия у них связано не только с тяжелой промышленностью, не только шахты, заводы и все такое, но также любой род занятий, любой вид деятельности. Любая деятельность, которая приносит там пользу, деньги и все такое, это industry. Поэтому у них есть индустрия развлечений, индустрия кинематографа и так далее. In the north, на севере. Туризм и farming. Farming можно переводить как фермерство. Можно переводить сельское хозяйство. Это гораздо лучше звучит. Farming. Сельское хозяйство. Хозяйство. Едем дальше. Много людей приезжают погулять и взобраться на горы. Climb in the mountains or go kayaking. Или спускаться на каяках по рекам. Итак, клайм. Обратите внимание, что читается клайм, не климп. Клайм. In the mountains. Climb in the mountains. Взбираться на горы. Взбираться на горы. Go kayaking. Go kayaking. Kayaking. Спускаться на каяках по реке. Каяк это, ну, как байдарка, как каноэ, что-то такое на каяках. Обычно один человек на нем. А поскольку это горные реки, то там на каяках спускаться весело. Это интересно. Это экстремальный туризм. Есть множество, вот это заранее переводите никогда, множество овечьих ферм на холмах. In the hills. Обратите внимание, что не on the hills, а in the hills. На холмах. Но заработать деньги с овцеводства очень трудно. И поэтому, и много ферм закрываются, разоряются, закрываются и так далее. Что у нас здесь есть? Ну, во-первых, sheep farms. Можно переводить овечьей фермы, но это как-то не звучит. Поэтому, наверное, лучше будет перевести овцеводческие фермы. Ну, тоже немного заумно. Овцеводческие. У меня не сработала фантазия. Овцеводческие. Ничего другого лучше придумать не могу. Фермы. Далее. In the hills. На холмах. На холмах. Не в холмах, а на холмах, естественно. И далее. У нас ещё есть интересное выражение. It's difficult. It's difficult to make money. To make money. Они говорят заработать деньги. Дословно сделать деньги. Трудно заработать деньги. Получить какой-то доход. Едем дальше. Какой интересный текст. И много ферм закрываются. Young people have difficulty finding jobs in North Wales. And many of them are leaving to get jobs in this city. Молодёжь имеет трудности или испытывает трудности, чтобы найти работу в Северном Уэльсе. И многие из них уезжают, чтобы найти работу в городе. Have difficulty. Have difficulty. Испытывать трудности. Трудности. To get jobs. To get jobs. Найти работу. Найти работу. Вот. Вот и весь текст. Кстати, слово leave, если кто тоже не знает, это уезжать. Leave. Уезжать. Покидать место. Это неправильный глагол, между прочим. Leave left left. Далее. Информация в зелёной рамочке. Интересные факты. The village with the longest name in the world is in the North Wales. Деревня с самым длинным названием в мире находится в Северном Уэльсе. И вот это всё, ля-ля-ля, вот это всё название деревни. The name means the church of St. Mary in the valley of white hazel trees near the fast whirlpool by the church of St. Cecilia of the Red Cave. Ну, я вам так и быть переведу. Это название значит Церковь Святой Марии, значит, подчёркивать буду, Церковь Святой Марии в долине белых берёз, возле быстрого водоворота, недалеко от церкви Святого Тасилья, Красной пещеры. Вот, если вы всё это запомните, вот это вот одно такое название. Зато очень красиво. Интересные факты. Ещё один. There are 3 million people in Wales and 11 million sheep. Итак, в Уэльсе 3 миллиона людей и 11 миллионов овец. Обратите внимание, что слово sheep, овца, имеет точно такое же множественное число. Оно не меняется. Так что смотрите, не попадитесь на удочку нигде. Не напишите sheep. Это неправильно. Вот и весь текст. Мы разобрали вот этот здоровенный текст. Поверьте мне, в этих текстах всегда больше незнакомых слов, чем в самом ридинге, когда вы будете читать ридинг. Манави там дальше будет. И я думаю, теперь вы благополучно сделаете все задания по нему. Для вас вообще никаких проблем не будет. Выучите слова, и всё у вас будет замечательно. Всего доброго. Спасибо за внимание.